так мокрый мел зачем название стерла я по знаку зодиака дева не это вельвет мокрый вельвет эфир 36 минут сейчас дохрустим мокрым трехбольник теплой водичкой замочила при этом немножко мокрый холодильнике вещества мокрый Вот он мне нравится в мокром больше, чем в сухом. Хотя в сухом он тоже вкусный. Сейчас реально чувствую вкус орехов. Откуда вкус орехов? Я чувствую жирненький. Так что я чувствую жирненькую. Я чувствую жирненькую. Я чувствую жирненькую. Как вы жирненький. мокрый вид я чувствую тогда не знаю откуда вкусно ехал ее а а а а а а а Прям ненравится. Я как бы облилась. Прям ненравится. 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 Твой комментарий. Прям ненравится. Это была шутка. Прям ненравится. Прям ненравится. Ты симпатичная. Ненравится. 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 Прям ненравится. И стараться. Ненравится. 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 Поняла? Переставай заниматься хернёй. Ищи пути к каким-то выходам. Ты же человек неглупый. Ты же человек неглупый. Я же видела твой инстаграм. У тебя очень много вариантов есть. Просто ты не хочешь этого делать. Ты ленишься. Тебе легче погрузиться. Поцелиться. И так далее. Налегке я бы счастлива была. Натаха, Натаха. Ты сейчас это пишешь, что на тебя больше внимания обратили. Получить негатив. Знаешь, есть такие люди. Они вампиры. Они питаются таким скандалами. Такими какими-то вещами. Когда идет спор. В неважном где. В разговоре или в чате. А им прям они кайфуют от того, когда они начинают что-то писать. Такое, что другим людям это дико. На данный момент ты сейчас пишешь дикие вещи. Даже если так, большинство тебя не поддержит. То есть ты своего ребенка считаешь тяжелой. Получается так. Ты женщина. Ты сама решила родить. Да. И неизвестно, кем будет твой ребенок. Может он будет тем человеком, которым тебе поможет. Но я тебе еще раз говорю. Бери свои рамки с головы. Оживи немножко по-другому. Хотя, наверное, не справится уже человек. Но это только в твоей голове, когда ты сама себе разблокируешь. Тебе будет намного легче. Я также трех детей одна подняла. И трех в высшее образование в Москве дала. И вообще не злюсь. И мои одиночества. Это мой выбор. Другие обязательства. Да, согласна. С Оксаной тоже знакома. Немного больше, чем с некоторыми подписчиками. И я слышала некоторые ее истории. Я вам скажу так. Я вообще удивлена. Оксана, правда, воспитала трех прекрасных дочек. Оксана, я извиняюсь. Я таких людей красивых не видела. Молодец. Спасибо мужу бывшему. Он сыграл хорошую роль в генетике. Вот. Очень красивые девочки. Я таких, как правильно говорить, абхазок. Абхазок не видела, если честно. Но Оксана сама очень репетичная. И да. Если Оксана напишет, то она пишет больше с иронией. Даже там у себя подкалывает. Но все равно нужно с чем-то все-таки мириться и жить дальше. Было бы желание, было бы все, да? У Оксаны нет блока в голове. Ей есть цель. А вы знаете, что Оксана еще не только красивые девочки? А два внука, да, Оксана? Два внука. Все равно. Ну вот так много. Давай. Пригас Alicia Викка, храй твою. ». хотя оксана живет в абхазии и в абхазии зимой работы нету только сезон на работа в основном поэтому я же говорю было бы желание бог как говорится поможет а если ты спасена нельзя говорить во денег нету вот это вот этом не ты притягиваешь еще больше себе вот этих вот неприятностей этих ненужных ненужной энергетики не хорошо говорить денег нет не хорошо говорить я задолбалась на чтоб я слепла мне сердце остановится господи я став не знаю ноги отваливаться нельзя такие вещи говорить вообще нельзя а